Приветствую вас. В вашем тексте есть два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент это страх. И второй момент это чувство вины. Чувство вины, обесценивание, критика. Все в одном ключе идет. Соответственно, что можно сказать по страху? Страх в данном случае это то же, что вам хочется. То есть вы хотите быть слабой, вы хотите всего того, чего боитесь, но запрещаете себе это. Возможно, потому что закрепилось неверное представление относительно того, как все должно быть. То есть вот у вас, у вашего папы был кризис, вы восприняли его исключительно негативно. И для вас любая теперь неудача, это кризис. Но на самом деле, отвергая идею неудачи, вы отвергаете развитие, вы отвергаете эволюцию. И именно поэтому у вас ничего не получается, потому что без ошибки невозможен рост. Ну то есть понятно, что здесь еще есть посылы ваших родителей на то, чтобы ничего не добились через антисценарий. Это называется сценарий без успеха. Вы можете посмотреть. В интернете это есть, я думаю. И соответственно, вы боитесь того, что себе запрещает. Соответственно, избавившись от запрета, а это, как и сказал мой коллега, индивидуальная работа. Вы сможете получать удовольствие от своей жизни. Ну и от того, что вы делаете. От того, чем занимаетесь. Второй момент. Это, соответственно, критика и обвинение. Здесь вы не мыслите своими собственными идеями, а скорее просто повторяете, когда-то где-то услышанные фразы людей, других. Может быть даже не по отношению к вам, но вы подумали, что к вам. Что, безусловно, и привлекло за собой такие события. Я думаю, что можно вернуться туда. Ну, то есть, пережить те моменты, когда вы решили так относиться к покупкам. Своим обвинением. И изменить свое отношение к этому. Дальше. Очевидно, что ваше желание накопить связано с безопасностью. То есть, вы хотите чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя в успокойстве, стабильности. И пытаетесь это сделать через накопление. На самом деле, любое накопление, как и в данном случае, ситуация с вами. Любое накопление это, по сути дела, ну, я бы сказал, контроль. Это контроль. И... Парадоксально может быть. Парадоксально может быть, но факт, что контролем вы никогда ничего не добьетесь в жизни. При этом, потребность в безопасности, ваша. Она есть. Она должна быть. Но ее нужно удовлетворять за счет развития личных границ. Своих. Ваших. Собственных. Личных. Границ. Правил. Над которыми, конечно же, можно и нужно работать. Вот. Вот. То, что можно вам сказать. Ну, и очевидно, что комплексы, то бишь, неверные представления о себе, были у вас еще до начала проблем, а значит, там уже были неверные интровекции. Интровекция, это полностью взятое человеком представление о чем-либо, ну, как правило, о себе. Это интровекция. Поэтому, здесь вот, я думаю, что с этим тоже можно поработать. То есть, интровекции нужно выделить, пропустить через фильтры и вычленить только самое-самое необходимое, самое-самое важное, то, что идет на пользу. Кстати, критерии фильтров тоже могут быть подвержены вниманию. Да, то есть, что я принимаю для себя, что я не принимаю для себя, почему я принимаю для себя это, а вот это не принимаю, на что я опираюсь при данном решении. Все это нужно, все это нужно исследовать. Ну и, обратите внимание, что вы не задаете вопрос. Что, как бы, говорит о том, что, возможно, вы не готовы сейчас меняться. Прочтите для начала книгу Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи». А вот, пусть именно с нее начнется ваша новая жизнь к стремлению к обретению себя самой. На этом все, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого-самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!